Здравствуйте! Я Павел Юрасов. Это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. Весеннее половодие в отдельно взятом доме. Своими глазами беду семьи из деревни Красненькая увидел Дмитрий Сергеев. Погреб здесь довольно глубокий. Каждый раз весной, когда начинает таять снег, его просто заполняет. Тогда все запасы овощей переносят наверх. Наверху они, естественно, хранятся недолго. А всякие соленья, варенья здесь, в принципе, перестали хранить. Вода уходит только к осени, и погреб круглый год стоит влажный. От идеи с выпечкой авторского хлеба до победы конкурса стартапов «Шаг к успеху». История молодой семьи, которая хочет осовременнить облик русской деревни, расскажет Марина Корякина. Сейчас гастрономические эксперименты на кухне Анны заканчиваются в обычной бытовой духовке. Но наши герои размышляют над тем, какую профессиональную печь выбрать для своей будущей пекарни. Поделиться секретами успеха и зарядить товарищей уверенностью. Урок от победителя Всероссийского конкурса для школьников посетила и наша съемочная группа. Конкурс «Большая перемена» в этом году претерпел изменения. Теперь его участниками могут стать школьники с 5 по 11 класс, а также студенты СУЗов. К тому же к 9 направлениям прошлого года добавились новые три. 39-й Международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова. Анонс встреч с выдающимися творческими коллективами в материале Елены Хромовой. Главная цель фестиваля – дать возможность тамбовчанам и гостям города услышать великую музыку в исполнении талантливых музыкантов. И не только ее услышать, но проникнуться атмосферой, которую создаст каждый концерт. В Тамбов с рабочим визитом прибыли представители управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня инженерия будущего. О перспективах развития научно-технологической деятельности в нашем регионе говорили на встрече с первым вице-губернатором Олегом Ивановым. В ходе диалога отметили, что научно-образовательный центр мирового уровня инженерия будущего, который был создан два года назад, объединил лучшие вузы страны. В числе участников центра – Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республика Мордовия. Наш регион представляет техуниверситет. Одна из главных задач, по словам первого вице-губернатора Олега Иванова, – развитие тамбовской промышленности при помощи научных исследований вуза. В числе ключевых видов деятельности при этом отмечают химпроизводство, машиностроение, производство электронного оптического оборудования, а также такое направление, как новые материалы. Вторая важная задача, вытекающая из первой, – это практическое взаимодействие технического университета с индустриальными партнерами. Это, всем нам хорошо известна, корпорация «Русский химзащита», завод «Пегмент», завод «Понсоболец», а в среднесрочной перспективе – это и крупные профильные корпорации федерального уровня. Мудрая политика команды губернатора Тамбовской области, она послужила тем, что наш научно-образительный центр заполучил крайне серьезные высокие компетенции, которые мы готовы сегодня предложить якорным партнерам. Это «Ростех» с его холдингами, предприятиями, это корпорация «Роскосмос». В рамках деятельности научного центра создано несколько проектных групп. Тамбовские ученые ведут работу в рамках трех основных проектов – «Умная агро», «Умная медицина» и «Новые материалы». В частности, техуниверситет занимается получением материалов на основе графена и его производных. Уже сегодня отмечают важность этой разработки в масштабах всей мировой экономики. Небольшая уютная пекарня со свежим хлебом и вкусным кофе. Такой бизнес-проект не вызывает удивления, если реализован он в мегаполисе. Вопросы возникают, когда подобная локация появляется в селе. Развеять стереотипы решились Анна и Дмитрий Тютюнниковы из Притамбовья. Их идея с выпечкой авторского хлеба получила отклик у жюри регионального конкурса стартапов «Шаг к успеху». С людьми, которые хотят осовременнить облик русской деревни, пообщалась наш корреспондент Марина Корякина. Конкурс проходил, по-моему, дня три, что ли он проходил. Участников было довольно много, более 20, насколько я знаю. Но при нас выступали человек пять, наверное. Да, тоже были интересные проекты, конечно. Но не такие интересные, как наши. Это Анна и Дмитрий Тютюнниковы вспоминают недавний опыт участия в конкурсе стартапов «Шаг к успеху». Жюри осталась в восторге и признала бизнес-идею лучшей, после чего даже подарила ее авторам онлайн-кассу. Мечта открыть пекарню в одном из сел Притамбовья появилась не на пустом месте. В городе Братске, откуда переехали наши герои, они уже пробовали свои силы в индустрии общественного питания. Сегмент хорика – это, скажем так, продукция для общепита. То есть мы были поставщиками замороженных десертов в кафе нашего города. Заморозка – это были чизкейки. У нас была торговая точка, и в розницу была продажа тоже. Людям очень нравилось. У Тютюнниковых нет. В планах самим каждый день стоять у печи. Для изготовления хлеба будут привлекать наемный труд. Однако, чтобы все процессы в будущем работали как часы, на кухне у Анны сейчас идут горячие кулинарные опыты. Сейчас все-таки развивается культура потребления и выпечки хлеба. То есть это не просто там какие-то мука, вода и дрожжи. Это и фермерские какие-то хлеба, на закваске, с отрубями, из цельнозерновой муки. Полезные, безглютеновые. Мы хотели бы, конечно, это все попробовать сделать. Для себя Анна уже определила, что рождению идеального хлеба должна сопутствовать оптимальная температура, влажность и состав муки. Многое зависит и от оборудования. Сейчас гастрономические эксперименты на кухне Анны заканчиваются в обычной бытовой духовке. Но наши герои размышляют над тем, какую профессиональную печь выбрать для своей будущей пекарни. Есть конвекционные и подовые. Второй вид как раз больше подходит для выпечки хлеба. А работает она по принципу русской печи. Развивать культуру потребления авторского хлеба предприимчивые супруги будут на 70 квадратных метрах. Это здание в центре села Горелое супруги ждали целых 4 года. Собственник долгое время хотел сдавать его в аренду и лишь не так давно решился на продажу. Здание построено, опять же, в 1900 году. Вот даже видно, вот по рельефу идут колонны по углам, в обравлении окон стоят здесь. Это все хочется восстановить, привести в хорошее состояние. Все это покрасить, чтобы все это было красиво. При разработке бизнес-идеи предприниматели опирались не только на собственные желания. Оказалось, что у Тютюнниковых много друзей и знакомых, которые имеют потребность в создании такого места. Здесь можно будет купить и горячую выпечку, как штучную, так и хлеба, и на заквасках, и на рожжевые. Ну и также у нас собираемся запустить формат пицц для доставки здесь по ближайшим селам. Ну и соответственно будет стоять кофемашина, чтобы можно было всегда взять кофе и поехать в Тамбов. Уже как бы все было веселее, чем просто трястись в маршрутке. Стадия подготовки к преображению подошла к концу. На этой неделе уже будут заливать полы и постепенно приступать к внутренней отделке помещения. Тютюнниковы надеются, что запах свежего хлеба и кофе начнет привлекать в это место жителей села уже в мае. Марина Корякина, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей. Ученые ТГУ имени Державина и сельхозпредприятия региона намерены поработать над совместными проектами. Об этом договорились сегодня в стенах университета. Подписи под трехсторонним соглашением поставили проректор ВУЗа, начальник управления сельского хозяйства и руководителя регионального отделения Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов России. Партнеры договорились о совместных проектах в области микробиологии, фитопатологии, аналитической химии и беспилотных технологий. Совместные наработки намерены применять на базе Тамбовских сельхозпредприятий. Развитие вот таких трехсторонних взаимоотношений, взаимодействий между высшим образованием и наукой, с одной стороны, и органами государственной власти, и бизнесом, с другой стороны, дает возможность совершенно по-новому развивать разные отрасли производства, и в том числе сельское хозяйство. Для Тамбовской области сельское хозяйство – это приоритетная отрасль. Думаю, что в регионе будет отобрано несколько пилотных сельскохозяйственных организаций, и уже на их примере будут отрабатываться новые технологии. Это может быть, что касается и земельных вопросов, это касается и беспилотного использования во время эписемной кампании, уборочной кампании. Поэтому мы идем в ногу со временем, со временем в ногу социфровизации. Говоря о новых совместных проектах, ставку делают на Институт естествознания ТГУ. Здесь есть современное лабораторное оборудование для проведения перспективных исследований, в том числе в сфере биотехнологий. Оказывается, весеннее половодье, возможно, даже там, где поблизости нет ни одного водоема. И это особенно страшно, если затапливает не дачу, а жилой дом. С такой проблемой столкнулась семья из деревни Красненькой. Своими глазами беду увидел мой коллега Дмитрий Сергеев. Вот все, это вот огромное болото. Оно очень большое. Это еще как бы оно маленькое. Вся эта грязь стекает вот туда. Стекает все это на участок семьи Семеновых на первой почтовой улице в деревне Красненькой. Их территорию затапливает полностью каждую весну вот уже на протяжении шести лет. Однажды, чтобы хоть как-то избавиться от напасти, они сделали перед своим забором насыпь из земли и песка. Два года воды почти не было. В этом году зима снежная. И у нас, значит, этот трактор, который счищает дорогу, вместе со снегом снял и грунт земли прихватил. Который мы от насыпь делали, чтобы не текла к нам вода. Ну и вода хлынула в этом году прямо рекой к нам. Из-за беды семья уже боится что-то сажать на собственном участке. Если что-то и вырастает, то из земли, пропитанной водой и реагентами с дороги, урожай малопригоден в пищу. По словам Надежды Архиповны, картошка воняет уже, когда ее чистишь. Конечно, с проблемой не раз обращались в сельсовет. Он председатель сказал, ну я могу там отремонтировать дорогу, там допустим. Ну, не так в прямом смысле, прям, что, ну допустим, отремонтируй. Вот вся вода будет сразу к вам стекаться. То есть там ям не будет, и она уже не будет там задерживаться, будет к вам. Ага, она будет прям сразу к нам. Страдает от регулярных потопов и сам дом. Вода попадает в погреб и постепенно размывает фундамент. Погреб здесь довольно глубокий, и каждый раз весной, когда начинает таять снег, его просто заполняет. Тогда все запасы овощей переносят наверх. Наверху они, естественно, хранятся недолго. А всякие соленья, варенья здесь, в принципе, перестали хранить. Вода уходит только к осени, и погреб круглый год стоит влажный. А иногда и погреба стихии мало. Погреб был полной воды. Вода переливалась вот сюда, в подвал. Здесь все подогнили столбы деревянные, на, как они называются, лаги, там что-то. Вот, здесь пол весь провалился, и там мы сваривали металлические эти, делали. На металлических уже пол вложили специально. Там немножечко уже тоже грибок заводился. Я всю землю оттуда выскребала, вот, с внуком выносили. Ну вот это тебе надо, вот ты что-то. Время от времени воду из огромной лужи откачивают. Так произошло и за несколько часов до приезда нашей съемочной группы. Но, конечно, это капля в море. Можно ли решить проблему раз и навсегда, трудно сказать. К сожалению, в сельсовете от комментариев отказались. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, Область новостей. Большая перемена – это не только долгожданный звонок с урока, гул в школьных коридорах и запахи столовой, но и всероссийский конкурс для школьников. В прошлом году он прошел впервые. В нем приняли участие более одного миллиона ребят из всех регионов страны. Илья Уваров из города Уварова стал победителем и выиграл один миллион рублей. Сегодня молодой человек провел урок в собственной школе, поделился секретами успеха и зарядил товарищей уверенностью перед стартом нового сезона конкурса. Илья Уваров заканчивает 11 класс и готовится к поступлению в Рязанский медицинский, чтобы стать гастроэнтерологом. Юноша, кроме всего прочего, миллионер и победитель всероссийского конкурса. Главная мысль сегодняшнего урока – стоит всего лишь попробовать. Год назад Илья подал заявку на участие и отлично показал себя на всех этапах. В полуфинале его команда разработала бизнес-план социальной сети для активных пенсионеров. Социальное предпринимательство – это предпринимательство, которое направлено на помощь каким-либо людям. У нас была направлена помощь на пенсионеров. Мы создали такой бизнес, где люди пожилого возраста могут создавать себе какие-то различные изделия, а потом они продаются на сайте, и при этом идет социализация через мастер-классы в детских домах и домах престарелых. Задания, которые ставят перед конкурсантами, напрямую зависят от их компетенций. По такому же принципу организаторы формировали команды. Так участники эффективнее прокачали лидерство, критическое мышление и творческий подход. Большую роль в успехе участника играет наставник. Для Ильи это педагог Екатерина Уварова. Однофамильцы отлично сработали в команде. Победа парня стала победой и его учителя. В награду Екатерина получила образовательную сессию в Ялте. А это мощная программа повышения квалификаций и широкий круг единомышленников. Помимо того, что мы там очень много чего нового узнали, действительно много новой и интересной информации, которой хочется ее сейчас на самом деле не просто хранить в себе, а нести в массы, так сказать, но мы еще и познакомились с интересными людьми. Конкурс «Большая перемена» в этом году претерпел изменения. Теперь его участниками могут стать школьники с 5 по 11 класс, а также студенты СУЗов. К тому же к 9 направлениям прошлого года добавились новые три. «Открывай новое» – это об образовании будущего, «Предпринимай» – детское, социальное и коммерческое предпринимательство и номинация «Служу Отечеству». Илья поделился со своими сверстниками секретами успеха, в числе которых самодисциплина, уверенность в себе и честность. Школьники смогли задать свои вопросы прошлогоднему победителю и окончательно утвердиться в своем желании поучаствовать в «Большой перемене». В прошлом году я уже принимала участие, но по болезни, к сожалению, слетела с первого этапа. В этом году, несмотря ни на какие обстоятельства, я планирую принять участие в этом конкурсе. Я буду покорять своим ораторским мастерством, также своим креативом, умением быстро соображать в критических ситуациях. Регистрация на «Большую перемену-2021» стартует совсем скоро, 26 марта. И с заявкой советуют победители лучше не тянуть. После прохождения теста участник выберет свое направление и начнет путь к победе длиной в полгода. Павел Юрасов, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей. Успех полета, особенно в боевых операциях, зависит не только от мастерства пилота, но и от штурмана. В честь 105-летия штурманской службы Военно-воздушных сил России в музейно-выставочном центре представили новый историко-патриотический проект. Днем образования штурманской службы в нашей стране принято считать 24 марта 1916 года. Юбилейные события в музейно-выставочном центре Тамбовской области назвали «Без навигации нет авиации». В нем приняли участие будущие летчики, проходящие обучение в Тамбовской воинской части. Мы показали штурманов современных военно-воздушных сил, героев России. Ну и, конечно, мы в своем музее, в стенах музейно-выставочного центра, и не только сегодня, а каждый день говорим о потрясающих людях, которые вошли в историю Великой Отечественной войны, внесли свой вклад. Гостям рассказали о таких легендарных штурманах и наших земляках, как Василий Сенько, Анатолий Малин и Вениамин Лохонин. Отдельное внимание уделили Антонине Павловой, воевавшей в рядах женского авиационного полка, известного как «Ночные ведьмы». На событии запланирован показ фильма «В небе ночные ведьмы». 1 апреля в регионе стартует 39-й международный музыкальный фестиваль имени Рахманинова. На протяжении месяца тамбовчан ждет встреча с выдающимися творческими коллективами, солистами и дирижерами. Подробности в сюжете Елены Хромовой. В свое время Сергей Рахманинов писал «Хотите знать, что я чувствую? Слушайте мою музыку». Встреча меломанов с музыкой великого Рахманинова не случайно происходит весной. Ценители творчества композитора знают – весна и Рахманинов неразделимы. Весной он родился и весной ушел из жизни, оставив свои произведения. Тамбовчане начнут слушать его музыку уже 1 апреля. Главная цель фестиваля – дать возможность тамбовчанам и гостям города услышать великую музыку в исполнении талантливых музыкантов. И не только ее услышать, но проникнуться атмосферой, которую создаст каждый концерт. Это не просто череда концертов, это встречи со зрителями, творческие обмены. Фестивали в стране проходит много, но далеко не все выдерживают испытания временем. В этом году он пройдет в 39-й раз. В нем есть замечательные, яркие, золотые страницы, поскольку это фестиваль Рахманинова в Тамбовской области имел определенную задачу, прежде всего по развитию и продвижению творчества Сергея Васильевича Рахманинова, имя которого неразрывно связано с Тамбовской областью и музеем-заповедником Ивановка. Гостями фестиваля станут мужской вокальный ансамбль «Дорос», Наиль Мавлюдов, Арсений Тарасевич Николаев и многие другие. Среди наших исполнителей тамбовчане услышат юбилейный концерт в исполнении оркестра русских народных инструментов «Россияне». Программу от классики до джаза сыграет духовой оркестр ТГМПИ имени Рахманинова. Зрители ждет встреча и с камерным хором. И это далеко еще не все исполнители. Также будут задействованы сразу несколько концертных площадок. Тамбов театр, усадьба Асеева, Рахманиновский зал ТГМПИ, Кровический музей, Дворец культуры в городе Уварово. Он изменялся, безусловно. Он менял свой формат. Но истинное то, что предназначение этого фестиваля мы сохранили, это присутствие в этом фестивале и разных творческих коллективов, разных музыкальных жанров. Безусловно, это прежде всего пианисты. Их тоже в афише этого фестиваля достаточно. Причем и имена знакового, мирового уровня. Откроет 39-й международный фестиваль имени Рахманинова его художественный руководитель, народный артист России Николай Луганский. При жизни Сергей Васильевич не улюбил внимания репортеров, фотографов и предпочитал всегда избегать встречи с толпой журналистов. В ближайший месяц он станет самой обсуждаемой личностью. Ведь он стал достоянием не только тамбовщины, но и всего мира, который о нем говорит до сих пор. Елена Хромова, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей. Сохранять культурное наследие, реализовывать творческие и социокультурные инициативы будут добровольцы ТГУ имени Державина. На базе университета открыли волонтерский центр. Он станет частью общероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», созданного на базе Ассоциации волонтерских центров. Работа по созданию волонтерского центра ведется в ТГУ с сентября прошлого года. За это время удалось набрать команду ребят и провести для них небольшое обучение. Добровольцы уже успели принять участие во флагманском проекте общественного движения, который получил название «Лаборатория успеха». Он направлен на помощь и развитие творческих способностей детей и подростков из социальных учреждений реабилитации. Мы выезжали в детские дома. Сначала мы обучались разным техникам. То есть у нас была техника ЭБРУ, это рисование по воде, и техника рисования песком. И выезжали в детские дома, и там уже проводили мастер-классы. В целом несколько направлений. Это работа с учреждениями культуры, помощь в мероприятиях, организация собственных мероприятий, сохранение и восстановление объектов культурного наследия. Различные лекции ребята будут проводить. Также будут привлекаться непосредственно к работе по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия. Также ребята станут частью крупных событий в сфере культуры в регионе. Открытие волонтерского центра поспособствует объединению сообщества добровольцев культуры в ТГУ имени Державина. На данный момент в штабе состоит больше 40 человек. Попасть в мишень с 10 метров из пневматической винтовки пытались ученики детско-юношеской спортивной школы номер один. Накануне в школьном стрелковом тире они сдавали ГТО по данному нормативу. Легко ли получить золотой значок, расскажет Мария Шумейкина. В Тамбове проходят дни ГТО, посвященные 90-летию создания физкультурного комплекса ученикам спортивной школы от 11 до 17 лет. Ноги из них впервые держат в руках оружие, поэтому без инструктажа не обойтись. Все тонкости пулевой стрельбы ребятам рассказывает Юрий Вавилов, инструктор с 30-летним стажем. Значит, перестали дышать, голову положили на приклад, левый глаз закрыли, правым смотрят через прорезь на мушку, мушку устанавливаете в середину прорези, удерживаете, не дышите, перестали дышать на выдохе, и палец начинает давить, давить, давить до выстрела. Расстояние до мишени 10 метров, даже опытный стрелок может попасть не с первого раза. Чтобы ребята немного приспособились к оружию, им дается три пробных выстрела. С винтовкой пробуют подружиться и мальчишки, и хрупкие девчонки. Раньше я никогда не стреляла, это очень захватывающе, но я думаю, что я довольна будет результатом. Сейчас сдавал ГТО, собираюсь сдавать, пока что своим результатом не очень доволен, надеюсь, следующие попытки будут более удачными. Ну и в общем-то я думаю, что этот навык стрельбы будущему военному, ну я надеюсь, будущему военному, будет очень важен. И я собираюсь и дальше практиковать свое умение стрелять. Следующие пять выстрелов представляют собой уже зачетную серию. После можно будет рассмотреть мишени поближе, посчитать количество баллов, которые набрали стрелки. И возможно, кто-то из этих ребят станет счастливым обладателем значка ГТО. Если говорить о возрасте учащихся с 13 до 17 лет, здесь у нас 25 баллов – это золото, 20 – серебро, 15 – бронза. Если чуть моложе участник, это 20 – золото, 15 – серебро и 10 – бронза соответственно. То есть, в принципе, выполнить неподготовленному человеку на золото не так-то просто. А были вообще такие случаи, что ребята получали такие значки, которые не просто не пробовали заниматься? Бывало всякое, бывает всякое. Опять же, бывает человек подготовлен, но немножечко просто не повезло. Свои силы в пулевой стрельбе попробовали около 70 ребят. На этом их испытание не закончится. В начале апреля этот же состав сдаст норматив по плаванию. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции – 56 46 48. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова